Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Валерий Болотов, 44 года, гражданин Украины, коренной житель Луганской области. Десантник. Утверждает, что воевал в Нагорном Карабахе. Из официальной биографии также можно узнать о двух высших образованиях по специальностям инженер-технолог и экономист. Но ни слова о том, где Болотов работал. Жители Луганска рассказывают о том, что он якобы имел отношение к нелегальной добыче угля на так называемых копанках. Болотов – темная лошадка. Когда в марте 2014-го в Луганске проходили мирные пророссийские митинги с лозунгами против новых украинских властей, к жителям выходили совсем другие лидеры. А о Болотове вообще никто не знал. Россия! 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 Впрочем, первых вужаков протеста украинские силовики довольно быстро отправили за решетку. И тогда на аванс-сцену вышли люди в масках. Анонимные командиры так называемой «Народной армии Юго-Востока» говорили гладко, как по заранее написанному тексту. Они подписывают договор об ассоциации, не спросив Украину, хочет ли она в ЕС. Они повышают тарифы и отключают телеканалы. Что дальше? Завтра мы все останемся без работы и детям. Маски Болотов и его соратники снимут в апреле после успешной операции по захвату в Луганске здания службы безопасности Украины. За то, что им достались автоматы и бронежилеты, повстанцы поблагодарили сговорчивого руководителя Луганского управления СБУ генерала Петрулевича. Сам он все отрицает и обвиняет Болотова и компанию в связях с ФСБ и ГРУ. Но чаще других в украинской прессе появляется другая версия. За главой непризнанной Луганской республики якобы стоит один из ближайших соратников Януковича Александр Ефремов. Согласно этой версии, в бытность губернатором Луганщины Ефремов покрывал тех, кто занимался незаконными разработками угля. А Болотов якобы был у него смотрящим. Впрочем, сам Ефремов свою роль в его продвижении опровергает. Жители Луганска уверяют, что Болотов террорист номер один. Был водителем вашего сына. Прокомментируйте, пожалуйста. Я могу сказать единственной фразой. Это ложь. Которая... Под этой ложью нет ни одного основания. Влиятельный политик регионал также открещивается от финансирования луганских повстанцев, которые ему также приписываются. Кто бы ни стоял за спиной Болотова, он и его команды действовали четко и слаженно. Собрали народный сход, избрали новый совет депутатов, который и провозгласил Болотова губернатором. После чего он стал планомерно двигаться к своей главной цели – проведению референдума о независимости. На данный момент сейчас к нам приедут уже бюллетни. То есть уже все, уже будут распечатаны бюллетни. Я вас уверяю, я не продался никому. Не пошел ни под одну партию и политическое движение. Я остаюсь, я не буду оставаться всегда с народом. С началом антитеррористической операции пропагандисты, к какому бы лагерю они не принадлежали, не делают особых различий между силами ДНР и ЛНР. Между тем, при всем сходстве их требований смешивать их не стоит. О реальных отношениях командиров луганских и донецких известно немного. Но поводы подозревать их в соперничестве есть. Соглашение о создании союза двух республик от имени ЛНР подписывал не Болотов, а спикер парламента Алексей Корякин. А сам Болотов даже на церемонии не присутствовал и позже демонстративно подчеркивал, о создании единого государства Новороссия речи не идет. Многое, чего ему удалось, действительно. И может быть отчасти из-за того, что там нет, в Луганске нет такой конкуренции, внутренней конкуренции, как в Донецке. Но все равно его поддержка и авторитет все равно это в пределах четверти населения региона. Даже в Луганском ополчении можно найти бойцов, которые с недоумением спрашивают, да кто такой этот Болотов. Но при этом они продолжают воевать на его стороне, потому что из двух зол Киев и непонятные лидеры со своими целями выбирают меньшее. Группы, выброшенные за борт украинской политики, вроде коммунистов, тоже ссориться с Болотовым не спешат. Они верят в то, что совместными усилиями смогут добиться признания особого статуса Луганской области. Алина Гребнева, РБК Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова